Хищное пополнение зоопарка в Сартане. Из Винницы привезли пару уссурийских тигров. Малышам месяц, и их пока не показывают посетителям Зверинца, но для телеканала Добас сделали исключение. На новоселье к полосатым кошкам пригласили Анастасию Певную. Полосатые малыши переехали в Сартану всего несколько дней назад, но уже полностью освоились на новом месте. Пока тигрята резвятся в специальной загородке, а ночуют вместе с хозяином в доме. Савелий Вишура уже научился отличать их друг от друга по характеру. Ну девочка больше кричит. Больше кричит, как девочки обычно. Тот больше такой спокойный, спокойный. Он сидит больше, да. Посетителям уссурийских тигров не показывают. Ждут, пока малыши подрастут и окрепнут. Хозяин давно мечтал о полосатых кошках и место для них в зоопарке подготовил заранее. Как подрастут малыши, будут вот здесь жить. Для них уже стройный вольер, в принципе. Есть где жить зимовая. Специально есть домик, когда непогода будет. Кормят тигрят, как младенцев. По часам. Дают куриный и говяжий фарш и печенку. Но самое любимое лакомство – молочное. Любят козье молоко. С яичками мешаемое. Это такое молоко, как у матери. Когда тигрята подрастут, они будут съедать до 25 килограммов мяса в день. Уссурийские тигры – самое крупное в своем семействе. Они даже больше львов. Малышу всего месяц, и он ласковый и игривый, как котенок. Но уже сейчас его лапка достигает почти размера человеческой ладошки. А через полгода полосатую кошку и вовсе будет не узнать. Вырастет до полутораметрового размера. Дикие кошки быстро привыкают к людям, но нрав свой показывают частенько. Мальчику имя уже придумали – Зевс, а девочку пока не назвали. Хозяин ищет красивое имя. Кроме тигрят в зоопарке появилась еще и пара обезьян патос. Их уже показывают посетителям. А вот уссурийских тигров на публику выведут только осенью. Анастасия Певная, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс».